Это крик о помощи руководителей некогда известных строительных компаний региона. Подрядчики, построившие школы, больницы, детские сады и городскую инфраструктуру по всей стране, вынуждены признать, что остались за бортом. А всё потому, что Департамент госдоходов с 2018 года увеличил количество проверок и начисляет немыслимые штрафы. Наш совокупный доход фирмы, оборот фирмы, миллиард двести был. То есть нам доначислили 400 миллионов, это в районе 30%. Налоговики подумали так, я понимаю, что миллиард двести мы себе в карман положили, объекты не построили, и нам доначислили 32%, чтобы мы этот миллиард двести заработали, в карман положили и 32% нам доначисления сделали. Я считаю, что это абсурдно, потому что объекты мы построили, у нас социальные объекты были в то время, мы работаем с бюджетом, в основном наши заказчики это бюджет, и 32% это огромная сумма, которую мы не ждали получить. Сейчас с 2018 года я не работаю, потому что сделку признали недействительной, и добавляется это, которое для моей фирмы неподъемное, будем говорить так. Поэтому моя фирма как бы ставится сейчас на банкротство, и я не знаю, если миллион тенге в год, сейчас получается три миллиона, государство недополучило. Если нашему государству это нравится, что малый бизнес должен погибнуть, я считаю, за. Ну, хотя считаю, что это они неправы. Сейчас все эти фирмы банкроты. Сотрудников пришлось распустить. По данным Ассоциации застройщиков, уголовные дела возбуждены в отношении 15 крупных компаний. Эти доначисления не являются законными. Почему? Потому что доначисления определяются из суммы доходов, не учитывая сумму расходов этих компаний. И сделки признаются недействительными даже в том случае, когда в разбирательстве наши компании предоставляют в ходе расследования все доказательства, все документы необходимые. И при этом эти сделки все равно признаются недействительными. На сегодняшний день 58 предпринимателей, не согласных с результатами проверки Департамента госдоходов, подали в суд на ведомство. При проведении проверки органам госдохода восстанавливается, что у контрагентов отсутствуют, например, какие-либо объекты налоговложения. Например, если отсутствует транспорт при оказании транспортных услуг, отсутствует субаренда транспортных средств, при аренде спецтехники отсутствует у данного контрагента, который оказывает взаиморасчеты, отсутствует спецтехника, отсутствует аренда спецтехники. И все эти услуги по аренде спецтехники, техники, в налоговый отчет не отражаются. В прошлом году налоговая инспекция проверила 91 строительную компанию Карагандинской области. Их оштрафовали на 11 миллиардов 718 миллионов тенге. Полина Малюкова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.